И снова всем привет-привет, друзья! С вами Маруся, и мы продолжаем озвучку фанфика «Обнажая сердца». Автор данной работы Аданаис Ватерлой. Ссылка на фанфик находится в описании под видео. Если вам не терпится узнать продолжение, обязательно пройдите по ссылке и прочитайте. Если же вам нравится данная работа, то я думаю, автору будет приятно, если вы оставите комментарий. Ну а у нас на очереди глава 18, которая называется «Эмоции» и поехали. Кстати, вы подписались на канал? Нажали на колокольчик, чтобы не пропустить продолжение? Если нет, то обязательно это сделайте. Накануне Биг Хит порадовал мемберов, сообщив, что они переезжают в новое общежитие комплекса «The Hill» престижного района Каннам. У каждого была своя отдельная комната, как и ранее. Только комнаты Чонгука и Ви теперь были по соседству. Но в этом не было особой необходимости, поэтому без долгих обсуждений парни облюбовали одну из них, а из второй сделали гардеробную, завалив многочисленными вещами. Тухен всегда тяжело просыпается по утрам, если нужно рано вставать, поэтому Гук ответственный за это. Он нарочно заводит будильник на полчаса раньше, чтобы понежиться в постели с Ви. Это уже своеобразный ритуал, без которого день не должен начинаться вовсе. Чонгук гладит его шелковистые волосы, спутанные после сна. Едва касаясь, целует губы, щеки и проводит ладонью по плечу. «Доброе утро!» – гладит по щеке и получает сонную Тухенову улыбку. «М-м-м-м!» – мычит Ви и поворачивается на бок, протестуя против раннего пробуждения. Чонгук прижимается сзади, заключая его в кольцо своих рук и вдыхает аромат волос. Тухен всегда пахнет особенно. У Гука очень чувствительное обоняние, но запахи Ви он хранит в персональной коллекции. Сонный Т – это нечто мягкое, обволакивающее и уютное. И это можно вдыхать бесконечно долго, в то время как Тухен во время секса – это терпкий и возбуждающий аромат, от которого Чонгук заводится с полоборота. Они всегда спят в пижамах, потому что эксперименты с обнаженкой плохо заканчиваются. Ви обожает спать в обнимку, закидывая руку и ногу на Чонгука, а когда его обнаженное тело так близко, ни о каком сне не идет речь. – Определенно, пижамы и их спасение. – Я заметил, что приступов больше нет, верно? Или все же случаются? – осторожно интересуется Гук. – Почти нет. – Ты научился справляться с этим? – Не совсем так. Когда мы поменялись комнатами, мне уже стало легче, но все же нет-нет и накрывало по ночам. Но когда я стал спать рядом с тобой, чувство защищенности и умиротворения не покидает меня. Дело было вовсе не в комнате, а в твоем присутствии. Чонгук рад этой новости. Вспоминая испуганные глаза Тихона, он бы отдал многое, чтобы этого больше не повторилось. – Кстати, я говорю тебе «да», – надевая толстовку, говорит Те. – В смысле? – Ну, я долго думал и решил, что поеду с тобой к твоим родителям, – как-то буднично говорит Ви. А Чонгук расплывается в улыбке. Он уже и мечтать не смел, перестал спрашивать про это, потому что каждый раз получал отрицательный ответ. А тут вдруг неожиданное «да». Гук подходит ближе и берет в свои ладони Тихеново лицо, ныряя в темный омут его глаз. – Поверь мне, все будет хорошо. И спасибо, что согласился. Нежный чмок, затем еще и еще. А я верю тебе, Гуки. Только тебе одному и верю. – Ты грустишь? – Чонгук кладет руку на колено Ви. Большой тонированный автомобиль несется по трассе в сторону Сеула. – Немного. Но это такая легкая и добрая грусть, какая случается после большого праздника или нашего очередного концерта. Когда ты копишь максимум энергии, готовишься к чему-то, а когда это случается, все пролетает в один миг, и ты не успеваешь понять, когда это самое мгновение успело закончиться. Тихо кладет голову ему на плечо. – Но все же хорошо. Все даже лучше, чем можно было бы себе представить даже в самых смелых моих мечтах. Флэшбэк. Они стоят перед домом семейства Чонов, и Гук вопросительно смотрит на Тихена. – Ну что, готов? Если ты передумаешь, я не буду настаивать. – Нет, не передумаю, – твердо отвечает Ви, сжимая пальцы Чунгуковой руки. – Уверенность Гука в том, что и встреча пройдет хорошо, придавала сил. Он всегда говорил, что родители его поддерживали абсолютно во всем. Дверь открывается, и перед Те стоит стройная женщина небольшого роста. Он встречается с ней глазами и видит в них взгляд Чунгука. Это так удивительно, когда черты лица совпадают у разных людей. Но так правильно и закономерно. Она улыбается, и в уголках глаз образуются лучики тоненьких морщинок. Тихен кланяется и прячет улыбку. – Добрый день! Ну, проходите же, мы вас уже заждались! Она жестом предлагает войти. – Гук легонько подталкивает Те в спину. – В их доме очень стильно и уютно. Повсюду висят картины. Оно и не мудрено, потому что отец Чунгука художник. Да и брат очень преуспел в этом деле. Но больше всего его привлекает картина небольшого размера возле входа в гостиную. Она обрамлена в тонкий и простой золоченый багет. А на песочном фоне Ви наблюдает кисти рук. Одна лежит на другой, и тонкие пальцы, украшенные изящными кольцами, слегка согнуты. Изображение почти прозрачно, столько в нем воздуха и легкости. Тихен узнает чьи-то пальцы и оборачивается к Чунгуку, удивленно вскидывая брови. Он знает, что Игук прекрасно владеет искусством живописи. Но эта работа поражает его до глубины души. «Только не говори, что...» — шепчет он. А Чунгук лишь смущенно кивает, закусывая губу. Он никогда не говорил про свою страсть к рукам, Ви считает и чем-то очень личным. И для него самого было новостью, что его набросок теперь красуется здесь. «Потрясающе красиво!» — Тихен не может отвести глаз от картины. «Не перестаю удивляться твоим талантам!» «Это ты потрясающе красивый!» — Чунгук берет его в руку и подносит к лицу. «Настоящее произведение искусства!» «Ну прекрати, ты вгоняешь меня в краску!» — смеется Те. «А давайте к столу!» — доносится голос мамы. В гостиной накрыт небольшой стол на четверых, потому что старший брат Чунгука сейчас в отъезде. Но видно, как их ждали и с каким теплом принимают. У Тихена защемило где-то под сердцем и захотелось трусливо сбежать, не начиная весь этот разговор. Он с ужасом представляет лицо родителей Гука, когда они глупо им скажут «Мы любим друг друга!» Ладони предательски вспотели, отчего Тихен то и дело вытирал их о брюки. Сердце било через раз, гулко ухая куда-то в пустоту, а голоса слышались сквозь какой-то вакуум. «Давай, соберись уже!» Он глупо улыбается и что-то отвечает, стараясь быть вежливым. «Ты все еще надеется, что Гук сдрефит и в последний момент не станет поднимать эту скользкую тему!» Но Чунгук вдруг кладет свою ладонь поверх его, унимая мелкую дрожь в пальцах, и показывает их знак, стараясь хоть как-то успокоить паникующего Ви. «Чунгуке, ты говорил по телефону, что у тебя важная новость для нас!» Вдруг говорит отец. И Гук коротко кивает, глядя на Тихена. «Молчи, умоляю тебя!» Ви даже прикрывает глаза на несколько секунд, которые кажутся вечностью. «Я хотел бы сказать, что влюбился по-настоящему, и мне было важно поделиться с вами лично», — с гордостью говорит он. Несколько мгновений тянутся невыносимо долго, после которых женский голос нарушает тишину. «Мы очень рады за вас, правда?» «Как бы ни было, главное — быть счастливыми, ведь так. Это, несомненно, самое важное в жизни — любовь и счастье!» Тихен с сомнением смотрит то на отца, то на маму Гука, а потом и вовсе осмеливается скосить взгляд на самого Чунгука. Тот сидит и довольно улыбается. «Но погодите!» — подает голос Тихен. «Видишь ли, пока мы с тобой ехали, мама написала мне, что предполагает цель нашего визита. Успокоила меня и сказала не волноваться. Я не стал тебе сразу говорить, иначе ты бы не вошел в дом». «Да я уже давно догадалась, потому что материнское сердце не обманешь. А все эти рисунки Тихена, Гуки, ты же покажешь ему свою комнату?» А Чунгук смущается и качает головой. «Ну нет, мам!» — протестует он. Отец его немногословен, но при этом тепло улыбается, глядя на них. И на смену неловкости к Тихену приходит ощущение какого-то всеобъемлющего вселенского счастья. Гуки правда был уверен в положительном исходе этой встречи, но очень хотел, чтобы Ви сам принял решение. Напряжение в разговоре постепенно сменяется шутками и веселыми разговорами о жизни и их творчестве. Никто не задает неудобных вопросов и не смотрит сукоризной. Это поражает вида глубины души. И в тот момент он отчаянно старается забыть грустные глаза своей матери и грозный взгляд отца. Он подумает об этом завтра. Им нужно возвращаться обратно в Сеул, но Тихен все же просит показать Чунгука его комнату. И Гук нехотя соглашается. Войдя внутрь, Тей с интересом разглядывает помещение. Там слегка по-детски все устроено, потому что их сын уехал из дома еще ребенком, а родители не стали ничего переделывать. Но Ви так любопытна, что он обходит небольшую, но очень уютную комнатку несколько раз. Он представляет, как маленький Чунгук засыпал на этой кровати, как слушал музыку и рисовал за этим столом. И тут его внимание привлекает большая папка для акварели с надписью Ви. «А это то, о чем говорила твоя мама?» Чунгук кивает, переминаясь ноги на ногу. «А я могу взглянуть?» Осторожно интересуется Тихен. Гук бережно кладет папку и дергает за тонкий шнурок, протягивая «Т». Тот садится на краешей кровати, открывая ее. Первое, что Тихен видит, это собственное лицо в своеобразной мариеринописании с потеками от разноцветной краски и использованием нескольких техник. Следующая работа не менее интересная. Черно-белый силуэт Ви в полоборота. Его взгляд такой сексуальный и манящий. Детали настолько проработаны, что у Тихена перехватывает дыхание. Каждую работу хочется разглядывать долго и внимательно. Ему нравится танцующий Те, стоящий у окна и задумчиво глядящий вдаль, улыбчивый. И дальше идут фрагменты изображений. Тонкие руки, изгиб плеча. Печальные глаза, изящные пальцы, слегка приоткрытые чувственные губы. Он осторожно перекладывает один лист за другим, не скрывая дрожи в руках. Они невероятные, Чунгуки. Те поднимает глаза. Когда ты успел все это нарисовать? Пока мы были в ссоре, все, что я мог делать, сидя в своей комнате, это рисовать тебя. Я привез их сюда, когда ездил повидаться с родителями. Но как-то уж так вышло, что мама их нашла. Я всегда восхищался твоим талантом, но никогда не думал, что увижу настолько потрясающие работы, шепчет Ви. Они твои, улыбаясь, говорит Гук и видит искреннее удивление в глазах Техёна. Он радуется, как ребенок, будто получил наконец на Новый год долгожданный подарок. Тебе идет, Красный, оглядывает Техёна, говорит Чунгук. Под лицу все к лицу. Ви включает актера и делает легкий реверанс. На то, чтобы подготовить и загримировать всех семерых мемберов, уходит немало времени. Но парни уже привыкли и каждый занимается своим делом. Ся-Джин приходил, говорит Чимин, пока Став достает их костюмы. Напомнил про усиление фан-сервиса, чтобы отвести от вас какие-либо подозрения. Так что, Техёне, без претензий, хорошо? Предупреждает он. Он смотрит на друга, который прекрасно понимает его чувства, но действительно готов помочь, лишь бы им двоим было хорошо. «Я слежу за тобой», – Ви показывает пальцами знак слежки и смеется. Сегодня они в Гонконге в ожидании премии Мнет Азиан Мьюзик Авордс 2018. Никто не скрывает волнения, мандража, парни возбужденно переговариваются, а, получив долгожданную награду, поднимаются на сцену с благодарственной речью. Эта награда много значит для них всех, потому что 18-й год был особенно сложным во многих моментах. Но они выстояли и смогли справиться со всеми испытаниями. Когда микрофон переходит к Сакджину, Техён уже едва сдерживает слезы, и эмоции после фразы про расформирование берут вверх. Слезы бурным потоком льются из глаз, размазывая тщательно наложенный макияж. Но он не может сдержаться, пряча лицо в рукаве пиджака. Чунгук смотрит на Те, вспоминая утренние слова Си Джина. «Постарайся не взаимодействовать с Техёном на премии, сейчас не время привлекать внимание к вашей паре». Но Гук не может спокойно стоять рядом, наблюдая за его состоянием. Сильная рука притягивает Вик к груди, и в этот момент ему плевать на какие-либо просьбы со стороны руководства. Хочется прижать и расцеловать заплаканные щеки, но он сдержанно похлопывает Те по спине. «Расчувствовались абсолютно все мемберы, но Техён не может успокоиться даже за кулисами». Чунгук берет его за руки и заглядывает в глаза. «Ну что с тобой? Ты и сам не свой!» Техён смаргивает вновь подступившие слезы. «Прости, просто одно наложилось на другое?» «О чём ты?» Обеспокоенный Гук отводит его в сторону. Ви достает телефон и показывает ему входящее сообщение, отчего у Чунгука перехватывает дыхание. Глава девятнадцатая. Разговор. Чунгук смотрит на заплаканного Техёна и не знает, что сказать. Его красные глаза и размазанный макияж делают парня таким несчастным и уязвимым, что от отчаяния Гук не находит себе места. Ви получил сообщение от отца прямо накануне вручения премии. «Я приеду завтра, нужно поговорить». Коротко, безо всяких там привет сынок, как дела? Хотя глупо было ждать чего-то иного. Отношения после того признания были слишком натянутыми. Чунгук с трудом мог смотреть на переживания Те, по этому поводу, и даже поездка к его родителям не смогла излечить Ви от душевной раны. «А если он поставит ему ультиматум? Что если ему придётся выбирать между мной и семьёй?» Ви запрятал всю свою боль от невозможности нормально общаться с родными куда-то на задворке сознания, надеясь, что сумеет совладать с этой проблемой. Но долгожданные буквы на экране телефона окончательно выбили его из колеи. И это была не просто истерика. В гримерке его накрыло по полной программе. Но добил парня неожиданный приступ панической атаки. Техён хватал ртом в воздух, вцепившись в пиджак Чунгука, будто этот джесс хоть как-то мог облегчить его мучения. Гук уже видел этот взгляд, полный ужаса и отчаяния. Смотреть на это вновь было просто душераздирающе. Вокруг кто-то бегал и что-то говорил, принесли кислород и компресс со льдом. Но осознание Ви было словно затуманено. «Смотри на меня, Техён, слышишь? Не закрывай глаза, я рядом!» — шептал Чунгук, наплевав на посторонних людей. Он взял его лицо в свои ладони и подушечками больших пальцев вытер вновь выступившие слёзы. Страх Зави накрыл Гука с головой, отползая назад, словно бушующая волна, чтобы вернуться и захлестнуть с новой силой. Ему сложно скрывать своё волнение. Но это необходимо, потому что поддержка для Те сейчас гораздо важнее его собственных переживаний. «А что с ним?» — испуганно спросил Джин. «Паническая атака», — коротко ответил Чунгук, сжимая в руке холодную ладонь. Им пришлось просидеть там ещё пару часов, прежде чем состояние Вини много стабилизировалось, и они смогли добраться до машины. Он отказался ехать в больницу, опасаясь репортеров. Медики накачали парня успокоительными, поэтому Те Хён спит на Чунгуковом плече, периодически вздрагивая. Рядом сидит Чимин, изредка поглядывая на них обоих. Он искренне переживает за друзей, подозревая, что слёзы Те Хёна не были спонтанным выплеском эмоций. Общежитие встречает их надутыми шариками и праздничным тортом. Бигхит, как всегда, постарался порадовать ребят, которые вновь одержали победу на очередной премии. Правда, настроения ни у кого нет после случившегося. Мемберы с тревогой поглядывают на Те Хёна, готовые тут же прийти на помощь. Хотя в этом нет необходимости. Верный Чунгук не отходит от него ни на минуту. Помогает разуться, бережно снимает пиджак и сразу же переплетает их пальцы, не сводя тревожно глаз любимого. «Я пойду спать», – тихо говорит Ви, и никто с ним не спорит. Он слишком вымотан и не готов сейчас обсуждать с кем-либо причину своего срыва. Чунгук тут же следует за ним, обещая парням, что скоро вернётся. Те Хён падает на спину поперёк кровати и смотрит в потолок. «Как ты?» – Гук садится рядом, поглаживая его ногу. «Честно, не знаю. Мой организм снова дал сбой. Это действительно невозможно было контролировать», – вздыхает Ви. «Я чертовски устал быть сильным». Чунгук, понимающий, кивает, прокручивая в голове хоть какие-то варианты помощи, но ничего не приходит на ум, кроме банального быть рядом. «Я так мечтал, что мы наконец поговорим, но не уверен, что этот разговор будет в хорошем ключе». «Мне страшно, Гуки», – шепчет он. «Слёз уже не осталось, а внутри какая-то пустота». «Я хочу поехать с тобой, Те Хёне, можно?» – осторожно говорит Чунгук. Ви поворачивает голову, красные волосы спутаны, пара прядей прилипла к колбу, но это не важно, потому что он всё равно чертовски красив в любом виде, даже с заплаканными глазами. «Не думаю, что это хорошая идея», – он решительно мотает головой. «Но я хочу быть рядом, если что-то пойдёт не так. Давай хотя бы в машине посижу». Те вспоминает их недавнюю поездку к семейству Чёнов. Добрые глаза родителей и тёплый приём. Он сомневается, что его отец будет общаться с Чунгуком так же дружелюбно. Да он, чёрт возьми, вообще слабо верил, что тот пожелает с ним сидеть за одним столом. Но поддержка Чунгука сейчас ему была очень нужна. «Хорошо», – выдыхает Те Хён. «Иди уже, ешь торт, а я в душ». Те Хён не мог контролировать этот нарастающий страх перед предстоящей встречей с отцом. Хотя, по сути, сам разговор уже давно состоялся. Родители всё ещё интересовались его делами, в основном в переписке, либо общались короткими звонками, не затрагивая болезненную тему. Сухо, коротко, только по делу. И ты до сих пор с ними не виделся, не считая похорон. Он очень скучал по семье, по их тёплым встречам в те редкие моменты, когда их отпускали домой. Тогда ещё были живы бабушка с дедушкой, и сборы за большим круглым столом дарили столько радости, а гордость за Те Хёна и его успех на сцене не скрывал никто. И Ви тогда казалось, что всё это неизменно, что его родные всегда будут рядом, поддержат и будут ждать его нечастых визитов, всегда будут гордиться своим Те Хёне. Уж он-то постарается не оплошать. Но жизнь внесла свои коррективы, и молодой парень был вынужден справляться со всеми проблемами в одиночку. Счастье, что Чунгук был рядом. Без него бы Те не протянул так долго. Они договорились встретиться с отцом в Чатыул, кафе с традиционным интерьером, полностью утопающим в зелени. Ви часто бывал здесь, и за ним всегда было закреплено укромное местечко в зарослях плюща, где можно уединиться, не переживая о назойливых папарацци. Чунгук, как и договаривались, остался ждать его с водителем в машине, пожелав удачи. А Те на негнущихся ногах пошел навстречу, которую ждал так нестерпимо долго. И чем меньше минут оставалось до назначенного времени, тем сильнее колотилось сердце, гулко ухая где-то в горле. Отец был для него примером во всем и очень значимой фигурой. Они не были сильно близки, но Ви всегда тянулся к нему, зачастую идеализируя его образ. И когда он признавался в своей ориентации, то он не говорил подробностей про Чунгука, а просто открылся родителям, ожидая поддержки от самых близких. Но те оказались попросту не готовы к такому повороту, причинив немало боли своему сыну. Администратор узнала его, вежливо поклонилась и попросила следовать за ним. Уже издалека Тео увидел знакомый силуэт у окна. Мужчина в строгом костюме заметно нервничал, поглядывая то в окно, то в телефон, слегка дергал ногой и поправлял непослушные волосы. Ви так долго ждал этой встречи, что сейчас это было похоже на мираж. Стоит шевельнуться, и он рассеется в туманной дымке призрачных мечтаний. «Как же я соскучился!» Техен на пару мгновений замер, делая глубокий вдох, а потом снова двинулся вперед. Отец тоже его увидел и поднялся со своего места. Заметив, что они хотят поприветствовать друг друга, администратор тактично удалилась. Техен же отметил, что за это время он как-то постарел и слегка осунулся. Морщины между бровями залегли еще глубже, а на висках добавилась седины. Казалось, что они не видели целую вечность. От неловкости Техен сделал низкий поклон, но почувствовал, как его запястье перехватила отцовская рука. Вздрогнул и поднял глаза. «Папа?» — тихо сказал Ви. Тот притянул его к себе, заключив крепкие объятия, отчего Техен забыл, как дышать. Дрожащей рукой прикоснулся к его широкой спине и уткнулся в родное плечо. «Ты так изменился, сынок. По телевизору совсем не то». Прошептал до боли знакомый голос. «И ты», — добавил Те. Отец взял его за плечи и заглянул в глаза. Хотелось опустить взгляд, спрятаться под стол или вовсе сбежать. Но как бы ни было сложно, сын в ответ смотрел уверенно, выдерживая паузу. Легкий хлопок по плечу и улыбкой немного сгладили напряжение. Они сели за стол и сделали заказ. «Ты хотел поговорить», — начал Те после затянувшейся паузы. «Было адски страшно начинать разговор первым, но томиться в ожидании еще пару лет он не был готов». «Верно». «Вчера это слегка выбило меня из колеи», — говорит Техен, вспоминаю вчерашние слезы. «Прости, я видел трансляцию премии и происходящее на сцене. Нужно было написать после нее, я не подумал об этом». Отец качает головой, опуская глаза. Вики вает и смотрит на его руки. «Вот у кого, у Те, такие изящные красивые пальцы. Да и в целом он очень похож на папу». «Мы с мамой много говорили о тебе. О том твоем признании, которое застало нас врасплох. Честно, мы думали, что это просто подростковая дурь, что ты перебесишься и все как-то наладится. Именно поэтому не трогали тебя и не торопились тем, чтобы ты окончательно определился. Бывает же, что люди ошибаются». Вия внимательно слушает, затаив дыхание. «Он слишком долго ждал этого разговора, чтобы сейчас перебивать. Но недавно мне позвонил отец Чунгука». Вдруг добавляет мужчина, глядя перед собой. Техион никак не ожидал сейчас это услышать. Родители мемберов не были знакомы друг с другом и не общались, поэтому вообще было удивительно, что один мог вдруг позвонить другому. «Чунгука?» переспрашивает он удивленно. «Да. Это было настолько неожиданно, но мы даже встретились и поговорили. Он рассказал мне о вашем визите к ним и смог найти нужные слова, чтобы я наконец понял, что это никакая ни дурь, ни блажь, никакой ни фансервис, как я пытался себя убедить все это время. Ты реально такой?» Отец замолкает, пытаясь подобрать правильные слова. «Какой?» «Дефектный?» горько хмыкает Ви. «Нет, я так не считаю, совсем нет. Ты такой, какой ты есть. И ты мой сын, несмотря ни на что. Был, есть и будешь», горячо возражает мужчина, не сводя глаз сына. Он смотрит на его повзрослевшее лицо, печальные глаза и снова не верит, что этот красивый молодой человек – его сын. Тихен не верит услышанному, его выражение лица очень красноречиво говорит об этом. Все кажется каким-то нереальным, будто во сне. Поверь, ни одному тебе было сложно в этой ситуации. Когда дело касается такого щепетильного вопроса, родители это всегда повергает в шок. Кому-то нужно чуть больше времени, чтобы принять решение и действительность такой, какая она есть. Я бы перестала уважать сам себя, если бы потерял тебя как сына. Честно, мне все еще сложно, но я буду очень стараться, сын. Просто переживаю за вас обоих. Его голос дрогнул. Ты знаком с культурой и порядками нашей страны. Знаешь, что вам непросто будет существовать рядом вместе. Знаю, пап, шепчет Ви. Вам всю жизнь придется скрываться. Ты хоть понимаешь это? Я уже молчу про детей. Два таких невероятно талантливых парня лишают себе возможности продолжить свой род. Техен закрывает глаза, потому что и сам все это прекрасно понимает. Но слушать это очень неприятно. Иногда правду лучше не слышать вовсе, потому что она ранит так глубоко и так сильно, что хочется выйти в голос. Но я в любом случае буду принимать тебя таким, какой ты есть, что бы то ни было. Хотя не стану лукавить, если скажу, что в глубине души все же буду надеяться, что вы одумаетесь когда-нибудь. А мама? Вдруг спрашивает Те. А маму я беру на себя. Поверь, я найду нужные слова и для нее, и для брата с сестрой. Спасибо, пап. Голос Те дрожит, но он старается держаться на людях. Хватило и вчерашней истерики на сцене. Мне бы хотелось увидеть внука в будущем, но если ты примешь иное решение и немного колеблется, ну что ж, я буду уважать его. Я уже давно его принял. Чунгук моя семья, так же, как и вы, тихо говорит Те Хён. А отец лишь тяжело вздыхает. Он и не надеялся его переубедить, зная упрямство сына. Хотел лишь лично убедиться в том, что Те Хён не отступится. Они ужинают и больше не затрагивают болезненную тему. И постепенно та самая ледяная глыба, что так сильно давила на Ви, начинает оттаивать, позволяя, наконец, спокойно дышать и радоваться жизни. Вот теперь точно все должно быть хорошо. Чунгуку очень хочется написать Те сообщение, но он сдерживается, не смея прервать такой важный разговор своим любопытством. Время тянется мучительно медленно, но Гук лишь надеется на то, что у Те Хёна хватит мужества отстоять себя и их отношения. Что паническая атака не вернется в самый неподходящий момент, а отец Те не уничтожит остатки самообладания собственного сына парочкой колких фраз, не поставит ультиматум, принуждая сделать выбор. Дверь неожиданно открывается, и Ви садится в машину. Все как в замедленной съемке. Он поворачивает голову и смотрит на него, сдувая с лба красную прядь. Улыбается глазами, а затем губами, заполняя счастьем и самого Чунгука. Ну, Гук толкает его в плечо, ну скажи хоть что-то. Еще нужно время, но лед тронулся. Не веря в происходящее, радостно сообщает Те. Мы действительно хорошо поговорили, Чунгуке. Я просто не верю, что настал этот переломный момент. Прикрывает глаза и облегченно вздыхает. Кстати, а ты знал, что твой отец встречался с моим? Что? Нет, я честно не в курсе, восклицает Чунгук, мотая головой. Именно после разговора с ним папа решил мне написать. Уж не знаю, какие доводы он ему привел, самому любопытно, но обязательно выясню и поблагодарю лично при следующей встрече. Чунгук довольно улыбается и крепко обнимает Ви. Ему с трудом верится, что уже столько людей в курсе этих отношений. И все их поддерживают. Они едут домой молча, радуясь, что одна из самых больших проблем позади. Но в памяти Тахиона всплывают слова отца. Два таких невероятно талантливых парня лишают себе возможности продолжить свой род. Мы обязательно что-нибудь придумаем. И на сегодня это все, друзья мои. Продолжение следует. Слушайте, мне очень нравится, как автор вставляет моменты из реальной жизни парней в эту прекрасную историю. Прям все как по маслу ложится. Давайте пообщаемся в комментариях, что вы думаете по поводу этого фанфика. Мне очень интересно ваше мнение. А еще хочу напомнить, что у меня есть страница на Бусти. Ссылка будет в описании под видео, где почти 50 фанфиков в моей озвучке. И еще там я выкладываю озвучки фанфиков, которые пишу сама. Это получается не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее две моих первых работы уже практически подходят к концу. Скоро я выложу продолжение и финал. Ну, а с вами была Маруся. Встретимся, как всегда, в прямом эфире в 21.00 по Москве на этом канале. Всем хорошего настроения и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok